Дорога домой Рэм только поступил в приют три месяца назад, еще особой истории у него нет. Но самая веселая история, что он просто очень хорошая собака. Счастливая история Рэма еще впереди. Когда-нибудь он обязательно найдет хозяев. Ну а пока добрый и интеллигентный пес вместе со своими соседями из Нейкрасовского приюта знакомятся на акциях с люберчанами, наслаждаясь общением и ласками. И если Рэм новичок, то Ане без дома уже три года. Ей повезло меньше, чем брату и сестре, которые уже попали в добрые руки. Последняя осталась из этого выводка. Никак не может пристроиться. Она трусишка. Она контактная, социальная, вполне собака. Не агрессивная, но непослушная и все боится. На благотворительную акцию приехали восемь собак. Они моментально притянули к себе внимание посетителей парка. Люберчане могли покормить четвероногих, поиграть и оставить помощь в прок. Приносили корм, лекарства, миски и одежду. Мы перевели деньги на корм животным, собакам, вкусняшки. За это получили открытки. Стильные открытки от Почты России смогли отправить в любую точку мира те, кто поучаствовал в благотворительности. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Во время акции, если уж не хвостатого друга забрать домой, то уж точно получить миллион эмоций можно. Они найдут общий язык с тобой. Они попроще себя погладили, покормили. Это прям расслабляет. Собаки же все чувствуют. Они всегда чувствуют, когда какой-то горе или радость. Всегда помогут. Название акции «Дорога домой» говорит само за себя. Братьям нашим меньшим волонтеры ищут не только хозяев, но и неравнодушных людей, которые пока не решились завести себе питомца, но готовы ухаживать за ними, навещая в приюте. Так Ольга Цыпкова все свои выходные выгуливает скромнягу Бориса и его друзей. К сожалению, у меня муж очень большой аллергик, и у нас нет животных, ни кошек, ни собак. Но у меня у родителей для кошки тоже с помойки. Просто жалко. Я поняла, что можно жалеть собак, кошек, но от того, что ты кого-то жалеешь, ни тебе, ни собаке легче не станет. Если ты реально хочешь что-то сделать, просто приди и помоги. Для этого не обязательно иметь деньги. Можно просто прийти и погулять с собакой. Для нее это тоже большая радость. Благодарность и добро в обмен на сахарную косточку или просто объятие. Хвостикам мало нужно для счастья. И его для них ежегодно устраивают волонтеры, организовавшие проект Котовский эндсобакин. Мы привлекаем людей для того, чтобы они приходили в приют, чтобы они поняли о том, что животные на самом деле прекрасные, они все социализированные, они очень скучают. И нам всегда нужны руки, потому что приют большой. 3000 собак. Это самый большой муниципальный приют. Все обитатели Некрасовского приюта стерилизованы и привиты. И теперь они ждут в гости не только новых знакомых из парка, но и вас, телезрителей. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.